Здравствуйте! Я исторический консультант компании Wargaming Алексей Волков. Тема моей сегодняшней лекции – «Ржевская мясорубка». Для тех, кто не смог присутствовать на лекции лично, предлагается ее видео-версия. Как в 1942 года под Оржевом, в ходе позиционных боев зимой и весной 1942 года, примерно в 17 километрах севернее города, немцы организовали очень сильную оборону. Примерно по 4-5 рядов колючей проволоки. Были построены вот такие дзоты, которые тоже оплетались колючей проволокой, все подходы к ним минировались. Замечу, что такие дзоты они ставили для флангового огня. То есть, когда наши пехотинцы прорывались через немецкие полевые позиции, они подходили к этим дзотам и фланкирующим огнем прижимались к земле. Как вы видите, такой дзот взять довольно-таки было сложно, имея только стрелковое вооружение. Вот эта простейшая немецкая полевая оборона, как вы видите, немецкий наблюдатель, смотрит позиции, а это нейтральная класса. Фотография сделана недалеко от Оржева, это Спасмедькова, разбитая церковь, результат арт огня и немецкий танк Т-3, подбитый еще в ходе апрельских боев. Именно по таким пристреленным немцам полям предстояло наступать нашим войскам в августе 1942 года. Это немецкий жилой бункер, оборудованный за позициями, как вы видите, несколько накатов бревен и сверху большое количество земли. То есть такой жилой бункер, в принципе, без тяжелых артсистем было невозможно давить ничего. Теперь посмотрим, что же представляла из себя немецкая линия обороны в августе 1942 года. Немцы организовали свою оборону в виде опорных пунктов. То есть по деревням были выстроены опорники, в домах были сделаны доты и дзоты. Дома были использованы под укрепления, сверху насыпалась на пол в домах земля, прорубались между стенками бойницы и получался такой импровизированный дзот. Между этими опорниками, как правило, занимала одна немецкая рота, проходили полевые линии обороны. Как вы видите, здесь колючая проволока, мины, дзоты, как правило, одна амбразурная. За ними располагались минометные позиции артериели. Замечу, что у немцев была очень хорошая связь между этими опорниками за счет как полевых кабелей, так и за счет радиостанций. Также они всегда могли вызвать на подмогу артогонь батарей. Вот эти укрепления строились в течение весны и лета 1942 года. То есть немцы здесь наступать летом не планировали, но в то же время для удержания ржевого была создана очень серьезная линия обороны. В самих деревнях Дешевка и Бельково в линии траншей доходила до шести линий. Естественно, все было пристрелено как артериалистским, так и пулеметно-минометным огнем. Практически каждая кочка, все места, где могли наши наступать. А наступать-то могли только в определенных участках, потому что, как вы видите на карте, в основном ржевская местность в этом районе представляла из себя огромнейшее болото. И только между болотами существовали твердые участки почвы, где, в принципе, могли наступать танки и, соответственно, пехота. Вот именно такие места и были немцами основательно пристрелены. 29-я армия сосредоточилась восточнее города Зубцов примерно 15-20 километров и готовилась к летнему наступлению в августе 1942 года. По замыслу командования она должна была нанести вспомогательный удар через деревни Карпово, Максакова, Рублево и Волыново, пройти по северному берегу Волги, дальше на Зубцов, чем способствовать войскам 30-й армии Калининского фронта, взять у города Ржева. На этом участке сосредоточились к 30-му июля три наших стрелковые дивизии, 5-я, 274-я и здесь на карте нет, чуть ниже, 369-я. Также для усиления действующих частей была прибыла 119-я танковая бригада, которая воевала на Валентайнах. Местность эта была выбрана не случайно. Еще два месяца назад, при подготовке к наступлению, армия 29-я пыталась нащупать слабое место в обороне противника и нанесла удар в районе деревни Гридина, разведку боем. Во время этой разведки боем, замечу такой интересный эпизод, что было пущено 10 танков из отдельного танкового батальона для того, чтобы посмотреть, пройдут ли танки по местности или нет. Так вот, 7 танков сразу застряли в ручье, 3 танков ворвались в деревню Гридина и были подбиты и уничтожены немецкими ПТОхами. Наша пехота была положена огнем немецкой артиллерии еще на подходе к деревне Гридина, но отдельные отряды все-таки удалось туда прорваться, ведь они также были немцами уничтожены. В результате вот этой так называемой разведки боем, когда мы потеряли 1200 человек убитыми и ранеными и 10 танков, было принято решение, что наступать мы там не будем, потому что единственная была дорога, по которой можно было пройти, и та она вся была пристрелена немцами. И было принято решение нанести удар именно в районе Карпова и Бутюкова. Деревня Бутюкова располагается на берегу реки Еруже, причем на высоком берегу. Здесь есть высота 173,9, она господствует над всей местностью. Кроме того, вот этот льной завод был немцами превращен в очень сильный опорный пункт, потому что там кирпичные строения, возвышающиеся на местности, а в самой деревне еще находилась церковь, которая позволяла немецким наблюдателям видеть весь ход перемещения и сосредоточения наших войск. К 30-му числу советские войска в количестве трехстрелковых дивизий и танковой бригаде. В танковой бригаде было порядка 44 танков «Валентайн» и 16 Т-60. После полуторачасовой артподготовки устремилась в атаку. Танки, форсировав реку Еруже, прошли, вот здесь не видно, к сожалению, но здесь есть высота 188,2, 188,6. Прошли к этой высоте и сели в грязь. Почему? Разведки местности произведена не было вовсе. Никто не мог предвидеть, что за высотой находятся болоты, в которые благополучно вывязли танки. Наша пехота за танками 5-й стрелковой дивизии, за танками просто не пошла. Пройдя буквально 300 метров от своих позиций, с господствующих высот из деревни Бутюково, она была положена на поле артиллерийским и пулеметным огнем фланговым и оставалась там и лежать. Застрявшие танки немцы тоже, в принципе, подбить не могли, потому что было их не особо им видно, поэтому до ночи, скажем так, их оставили в покое. Никакого боевого охранения к танкам выслано не было, ну, в общем, никакой охраны подбитых танков наши не организовали. Немцы, ночью создав группу истребителей танков, вооружив бутылками с зажигательной смесью, подобрались к восьми застрявшим Валентайнам и сожгли их. При этом, ну, интересный эпизод такой, ну, как бы, об этом рассказал. Наши, в принципе, видели, но помочь как бы ничем не могли, да и не стремились, наверное, все-таки помогать танкистам. Мотострелково-пулеметный батальон 119-й танковой бригады еще днем, пойдя в атаку вместе с танкистами, зашел за высоту 188,2-188,6, где три четверти этого батальона было немцами истреблено. Да, забыл добавить, здесь оборонялась 14-я мотопехотная дивизия, 11-й мотопехотный полк из трех батальонов, также батальон 361-й дивизии. Из 274-й был выделен 963-й стрелковый полк, 5-я стрелковая дивизия была вся, наступала, пошло наступление из трехстрелковых полков. 369-я выделила два батальона для попытки прорыва между деревнями, здесь тоже, извиняюсь, не видно, между Волыново и высотой 188,6. Итак, возвращаясь к нашим танкам. Об этом эпизоде рассказал один из выживших танкистов, командир Валентайна. Немцы, когда подожгли танк, детонировало БК, и его взрывом выбросило через верхний люк. И вот он обожженный, приполз к своим и рассказал о том, что, ребята, дорогие, танки-то горят, помогайте. Ну, не помогли. В результате вот этой атаки мы потеряли 10 танков, из них 8 Валентайнов и 2 Т-60 взорванных на немецких противотанковых мин. На следующий день было принято решение, что, раз мы не можем через эту болотистую местность пройти, атаковать деревню Карпово и Бутюково с Ланга. Танки, опять же, вернулись на исходные позиции, примерно за высоту 189,3. И опять же, с частями 5-й стрелковой дивизии атаковали по этому мосту, для того, чтобы зайти с запада в деревню Бутюково и Карпово, соответственно. Вот здесь вот находится в этом месте высота. Опять же, топографической разведки никто не производил. Получилось так, что вроде как бы высота, да, но вы сами понимаете, что высота, ну, по идее-то должна была быть твердая почва. Получилось немножко по-другому. За бугром находилось болото, о котором тоже никто не знал. Вот тоже удивительный момент. 5-й стрелковой дивизии, занимав здесь оборону в течение января 42-го года, местность совершенно не знала. Оборона немецкая тоже особо-то вскрыто не было. То есть никаких разведдействий, в принципе, ну, они как бы проводились на бумаге, но на самом деле разведанного ничего не было. Наши танки выйдя в атаку, перевалив через бугор, вдруг неожиданно наткнулись на это болото. И опять же, 5 Валентайнов застряло в грязи. Три из них прорвалось в деревню Карпово, где велись немцами на протяжении дня бой. Пехота, опять положенная немцами с огнем с Батюковского холма, залегла на уровне немецкой колючей проволоки. Отдельные отряды прорывались в деревню Карпово, но основные части дивизии, как 5-й, так и 274-й, их не поддержали. Немцы уничтожили в Карпово три прорвавшихся Валентайна и наши отряды. Потери к 5-му числу в 5-й стрелковой дивизии дошли до 5-ти тысяч с лишним человек, в 274-й примерно 3-тысячи. В виде бесполезности атак было принято решение о прекращении наступательных действий, перегруппировке сил стрелковых соединений. И в связи с тем, что местность была танка недоступная, перебросит оставшиеся танки 119-й в район 30-й армии. А вот это, как мы видим, атака Валентайнов в этих местах. Да, такой еще факт отмечу, то что экипажи наших танков, ну, Валентайнов, бригада сама формировалась и прибыла на фронт где-то в 20-х числах июня. Но танкисты обучались боевым действиям на наших танках, на 34-ках, на 60-ках. И в принципе устройство танков иностранных они не знали. Переводов, мануалов произведено не было. И все приходилось им постигать своим умом. Во время постижения, так скажем, было несколько танков сломано. Потому что, как пишет в отчете 119-й танковой бригады, пытливый ум танкистов заставлял их откручивать всякие непонятки, а прикрутить назад они их уже не могли. Еще отмечу тот факт, что у этого танка не было осколочно-фугасного снаряда. И смысл посылать их на немецкую полевую оборону, ну, как-то он очень нелогичен. Ну, типа там, дали танки, получите. Вот, есть у вас танки, идите в атаку. Ну, вернемся к 30-й армии. Это вот немецкая оборона и места сосредоточения войск 30-й армии. Наступательная операция разрабатывалась еще с 18 июля. К идее операции пришли раньше, а с 18 июля приступили к ее тщательной проработке. Командарм 30-й армии Дмитрий Дмитриевич Лилюшенко был вызван командующему Калининского фронта и Западного Жукову и Коневу, где ему было доведено, что армия будет наступать и должна взять Ржев. 30-я армия, в принципе, обладала очень мощным, достаточно, по тем временам, ну, по тем, для 1942 года, очень сильным и мощным танковым кулаком. Здесь вы видите, что для прорыва немецкой обороны было выделено 6 танковых бригад и также 6 стрелковых дивизий. После того, как оборона немцев была прорвана, по плану операции в действие вступала группа развития прорыва под управлением командующего бронетанковыми войсками 30-й армии Кирсанова. В нее входили 3 танковых бригады, вот здесь вот на карте 2, но я вам замечу, что эта карта с отчетом по боевым действиям 30-й армии, составленного уже в октябре 1942 года по ходу действия операции, она, скажем, отличается от того, что происходило на самом деле. Ну, то есть, этот отчет вообще, по моему мнению, был составлен для того, чтобы оправдать свои потери и то, что Ржев не был взят. Итак, группа развития прорыва включала в себя 3 танковых бригады и 2 стрелковые бригады. То есть, по сути дела, она представляла собой импровизированный танковый корпус, но единственное то, что управление было не налажено совершенно в этом корпусе. Связь была отвратительная, пытались наладить связь за счет радиостанций, имевшихся в танковых бригадах и в стрелковых бригадах, но к августу 1942 года пока еще мы пользоваться тем же средствами связи, которые были, толком не научились. Итак, задачи дивизий. 16-я, 379-я, 2-я гвардейская, вот эта 2-я гвардейская стрелковая дивизия, на самом деле это 2-я гвардейская мотострелковая дивизия. Это одна из последних соединений, которые еще с 1941 года у нас сохранились, как мотострелковые части. Всего их было три, вот одна здесь была. Она отличалась тем, что в ее составе было два стрелковых полка, мотострелковых полка, естественно, и один танковый полк. В наших документах он как танковый полк, танки не учитывается, но он имел на момент наступления 16 Т-60 и 3 Т-34. Группа развития прорыва 30-го числа после мощной проведенной артподготовки, ну где-то примерно полтора часа наша артериелия била с учетом того, что огневой вал обрабатывал особое внимание, было уделено деревням Дешевка и Космариха. Полтора часа по скоплению немецкой пехоты, по линиям обороны, по огневым точкам нанесли очень сильный артериелийский удар. Где-то 10 полков РГК было задействовано калибром от 107 до 152 мм, плюс к тому же и орудия стрелковых дивизий. В районе 6-7 утра наши части перешли в атаку. Оборону немцев около Дешевки мы прорвали. То есть вот здесь вот состоялся прорыв, в принципе немцы здесь после проведенного нашего артогня серьезного никакого сопротивления не оказали. В районе, вот здесь вот деревня, вот Рамино, да, у 187-го пехотного полка была выбита вся 14-я рота противотанкового оружия, накрыта нашим артогнем. Плюс к тому же, может быть я забегаю чуть-чуть вперед, в деревню Рамино были посланы штуги из 189-го штукоптайлунга. Для того, чтобы хотя бы на короткое время своим артогнем затормозить продвижение наших частей мимо Коршуна, Унаумна и Рамино. Ну такой тоже интересный эпизод. Тут зашел он в тыл танк КВ и 143-й танковой бригады. Две штуги он подбил выстрелами им в корму. Две все-таки успели развернуться, произвести по нашему КВ несколько выстрелов. Ну, результата никакого не достигли. Ну, он спокойно уничтожил два оставшихся. А вот с деревнями Бельково, Свинино, Глебово и Малого Карпова дела сложились очень плохо. Я сам вообще как бы поисковик, да, очень такой древний, скажем так. Стоив в поисковом отряде «Победа» нашим московском, мы там на протяжении уже более 15 лет проводим поисковые работы. И вот перед вами это поле у Малого Карпова. Вот отсюда вот с этих высот поступали наши части, 183-я стрелковая дивизия. Вот здесь, ну, не видно, естественно, фотографий, находились немецкие позиции. Вот как вы видите, вот по этому полю, ну, еще плюс к тому же учитывайте то, что здесь было противопехотное минное поле. К тому же натянута везде колючая проволока и очень сильно из Карпова была пулеметный огонь. Это результаты нашей работы, это поднятые наши бойцы, погибшие на этом поле. Ну, как вы вот видите, вот видите, каждый колышек на нем по каске. Итак, прорвав немецкую оборону, наши части вышли к Полунину. В принципе, по плану наступления на проведение операции, уже к истечению 1-го числа планировалось не просто взять Ржев, а переправиться уже на южную сторону берега реки Волга. Ну, то есть, как бы операция планировалась без всякого противодействия противника. Хотя, опять же, очень интересный момент такой, то, что наша разведка считала, что в самом городе Ржево сосредоточено более 200 немецких танков в составе двух танковых дивизий. И, в принципе, то, что они должны были нанести по атакующим частям контрудар. Должен вам заметить, что никаких танковых частей в Оржеве не было. В Оржеве находилось только исключительно два танка в подчинении у коменданта города. Все танковые части были сосредоточены гораздо южнее от Оржева и готовились к операции вербливинта. Наши стрелковые дивизии при поддержке танковых бригад подошли к Полунину. Ну, что значит подошли, опять же, танковые бригады? Танковые бригады, на самом деле, выйдя из района Дешевка и Космариха, практически все засели в болоте вот в этих местах. То есть, примерно из шести танковых дивизий вместе с 16-й гвардейской, 136-й вот здесь тоже опять на карте нет, но я уже говорил, что эта карта составлена после. Здесь же была еще 132-я стрелковая бригада. С 16-й гвардейской стрелковой дивизии в атаку вышло всего лишь 10 танков Т-60. Все остальные, а это порядка 30 КВ, где-то в районе, ну, около 80-30 четверок и столько же, может, чуть-чуть поменьше Т-70, они вот остались стоять по болотам вот в этих вот местах. Опять же, топографическая разведка никто не занимался. Обеспечением того, чтобы танки прошли к местам сосредоточения для атаки с месстрелковыми дивизиями, опять же, никто не занимался. То есть, не было ни подготовлено ни фашин, ни каких-то либо других средств, чтобы форсировать болото. Как-то считалось, что все выйдет само собой, все будет хорошо, мы Ржев возьмем за день, болото нам не преграды, все будет замечательно. Вот не получилось. Разбитые части 187-го пехотного полка в это время откатились в деревне Федорково, Муралево и Горбово. В принципе, Полунина оборонять немцев на тот период времени было особо-то и некому. 256-я, атакованная нашими дивизиями в районе Бельково-Свинино, Малого Карпова, не обладала никакими резервами и, опять же, в Полунину никого прислать не могла. Из Ржева сюда был выделен только 773-й саперный батальон и по приказу командования 6-м корпусом все-таки 256-я выделила свой учебный батальон, который занял здесь вот оборону. В нашей части начали атаку Полунина 1-го числа. При этом атаки проводились разрозненными подразделениями. То есть, кто вышел вперед, тот и атаковал. То есть, как бы, производилась атака, вот одна рота пошла вперед, ее положили, подошла вторая рота, ее дальше кладут. Уже ко второму числу было понятно, что Полунина взять таким вот лихим кавалерийским наскоком не удастся, что надо серьезно подготавливать эту операцию, подтаскивать танки, застрявшие в болотах, подтаскивать сюда же артериелию для того, чтобы в этих деревнях подавить немецкие огневые точки. Ну, немножко остановлюсь на том, что как вообще происходили атаки. Командир 243-й дивизии, выйдя в район, своими частями в район Пронина и Копытиха, доложил командованию о том, что эти деревни взяты, хотя на самом деле никакой Копытиха не проним на то время, взятых не было. Командир 30-й армии на основании донесения командира 243-й дивизии выдвигает сюда 78-ю стрелковую дивизию. Задача выйти немцам в стрелку и занять горбуский узел обороны. Считал, что вроде как линия обороны немцев прорвана, обороняться там некому. Сейчас мы все разобьем и пойдем дальше на Ржев. Не получилось. Из неподавленных огневых точек с деревни Ханино, плюс к тому же из расположенных вот здесь немецких арт-батарей, по дивизии был нанесен такой массированный удар, что уже к второму числу она понесла общих потерь 6 тысяч с лишним человек. В дивизии началась паника. Командир дивизии не знал, где его полки. В принципе, сам устранился от ведения боевых действий. А полки в это время, опять же, простите за грубое слово, просто разбежались. Из-за градоотряду 30-й армии пришлось их в этих ароместах собирать. Очень такой героический эпизод произошел в районе деревни Погонина. 5-го числа наш танк КВ под командованием старшего лейтенанта Пашинина вышел в атаку. Вот перед вами эта карта аэрофотосъемки, произведенная 28 августа 1942 года. Это наш арт-огонь. Вот здесь вот располагалась деревня Полунино, здесь деревня Галахова. Итак, танк из 143-й бригады прошел по дороге на деревню Полунино. Вот он, кстати. Задачу мне для себя поставили то, чтобы пройтись вдоль немецкой траншеи и огнем и гусеницами постараться помочь наступавшим частям нашей пехоты. Во время того, как он с дороги съезжал, налетел на противотанковую мину. У него были подорваны гусеницы, но он так встал, накренившись, что не мог использовать свое оружие. Танкисты остались в танке. Как вы видите, до немцев тут недалеко, буквально 30-50 метров. Экипажам было решение принять здесь бой. Немцы забрасывали наш экипаж гранатами и вели по нему очень сильный пулеметно-оружейный огонь. Это есть в описаниях боев 18-го пехотного полка 6-й пехотной дивизии. В первые же часы боя командир этого танка, лейтенант Пашинин, получил тяжелейшее ранение. Немцы хотели, по всей видимости, или уничтожить наш экипаж в танке, или взять его в плен. Забрались на него, и он, выкидывая гранату Ф-1, граната преждевременно разорвалась у него в руках. Ему взрывом гранаты оторвало кисть руки и выбило глаз. Все-таки немцы с танка-то слетели, конечно, сами понимаете, рванувшие Ф-1 над танком. Экипаж занял оборону, сняв три пулемета, он занял оборону возле подбитого танка. Больше двух суток они вели здесь бой. Больше двух суток они отражали немецкие атаки. Больше двух суток к ним на помощь никто не пришадил. Но экипаж дрался. К исходу 8 августа, когда почти все они погибли, остался только один стрелок-радист, старший сержант Бофт, немцы смогли подойти к танку и взорвать его. А Бофт остался жив, получив ранение в голову. 8 числа к вечеру он пересек линию немецкой обороны и пришел в штаб своей 143-й танковой бригады. Вот он-то и доложил о героической обороне вот этого танка. Все-таки, наверное, планирую, да, вот этим со своими сопобедовцами провести на этом месте эксагмуционные работы. И мы попробуем все-таки найти останки этого героического, ну, без преувеличения героического экипажа. Ну, как сами понимаете, двое суток находиться в немецком тылу, да, не получая помощи. Реально понимаю, что идти-то в принципе некуда, что они здесь останутся. Но они же не ушли, и немцам не сдались, и машину свою не бросили. Вот именно такие вот люди, они командиры 78-й стрелковой дивизии, наверное, все-таки добились победы. Здесь мы видим перед собой воздействие немецкой авиации на наши подходящие танковые колонны. Тоже, опять же, очень какой-то такой нелицеприятный момент, ну, скажем, не то чтобы бросающий тень на нашу авиацию, но не даром же потом родился приказ о создании штрафных истребительных эскадрильей. Дело в чем? Практически во всех наших документах отмечается то, что наша авиация именно истребительная, не бомбардировочная, штурмовая, действует крайне нерешительно. То, что она, не видя немецкие самолеты, не атакует их. То, что баражирует исключительно на нашей стороне, не делает даже попыток сблизиться с атакующими немецкими самолетами. Вот результат налета немецких штурмовиков на нашу проходящую колонну танков. Зенитного прикрытия, естественно, никакого выдвигающихся танковых колонн не было. Вообще, как бы, 30-й армии зенитками было туговато, на самом деле, да? Где-то примерно около десятка орудий калибром 76 и 85 мм. Ну, также каждую танковую бригаду были свои зенитные батальоны. Ну, в принципе, там достаточно слабое вооружение, и прикрыть выдвигающиеся колонны они просто не могли. На этой карте мы видим начало наших атак к 8 августа. После бесплодных атак на Полунина в первых и во вторых числах было решение о том, чтобы перегруппировать наши силы, подтянуть, ну, как я уже говорил, застрявшие танки, создать танковый кулак, все-таки попробовать прорвать немецкую оборону, используя и группу прорыва Кирсанова. Кирсанову к этому моменту, правда, извиняюсь, уже сняли, потому что, как и командир 78-й стрелковой дивизии, тоже слабо было налажено и взаимодействие, и связь, и связь с пехотными нашими стрелковыми частями. Назначен был сюда, в эту группу прорыва, командир 28-й танковой бригады, полковник Малыгин, очень-очень такой боевой дядька, скажем, воевал под Москвой, воевал под Оржевом весной еще 42-го года. Грамотный, знающий, волевой командир, поэтому было принято решение, чтобы его назначить командиром группы прорыва. И сюда же на подмогу 16-й гвардейской стрелковой дивизии были переброшены части 52-й стрелковой дивизии. Тут опять уже интересный кровавый момент. 52-я стрелковая дивизия, получив приказ на выдвижение, подошла в район, вот это вот место, у немцев называется Русский лес. По всем документам, по картам, у нас она получила название Роща Куропатка. Начала сосредотачиваться в районе Рощи Куропатка, получила приказ на атаку в деревне Галахова, но ей не было выдано карт в связи с 16-й и 139-й стрелковой дивизиями, которые располагались 16-й южнее, 139-й севернее налажено, никакой не было. В принципе, никаких сопровождающих она тоже не получила, ну, не имеет вина, конечно, дивизии. Поэтому полки 52-й разбрелись сами по себе. Кто-то вышел в район высоты 200, кто-то вышел в район сосредоточения 139, а сюда, Реш, прибыл к началу наступления один наш батальон, который повел атаку на деревню Галахова. Ну, приказ-то был получен, выполнять его командиру было надо по-любому, вот он и повел свой батальон в атаку. Батальон, не получив никакой поддержки ни арт-огнем, ни танками, моментально был немцами артериалистко-пулеметным огнем, уничтожен на окраине деревни Полунина. Вроде бы танков у немцев не было. Вот наши постоянно докладывают в сводках о разведке, что в местах прорыва сосредотачиваются немецкие танки. Порой доходило до того, что вот по данным разведки 30-й армии, штаб 30-й армии, да, разведотдел, извиняюсь, здесь сосредотачивалось до 100 немецких танков. Для меня вот до сих пор загадка остается, что там наши принимали за танки и почему вышли такие доклады. Ну, не было у немцев ни одного танка. Штурмовые орудия были, были мардеры. Немецкая хитрость. В 87-й пехотке в Панцер-Ягере, да, находились порядка 3-5 наших 34-к. Немцы в документах об этом не пишут, но иногда у них проскальзывает, что да, 34-ки из Панцер-Ягера, воюют там-то, ведут войну, ведут бой с прорвавшимися русскими танками, а в документах об этом ничего не сказано. Ну, вот такой хитрый учет орудий. К 8-му числу, закончив сосредоточение, ну, закончив сосредоточение, это опять же так грубо я говорю, потому что по мере того, как части 52-й подходили к русскому лесу, их постоянно бросали в атаку, и получалось то, что, ну, подходит одна-две-три роты, да, они идут в бой. Одна-две-три роты, они идут в бой. Было принято решение 6-го прекратить атаки, сосредоточить, наконец-то, дивизию полностью в этом русском лесе, и передать ей еще к тому же прибывшую с 29-й армии 139-ю танковую бригаду. На тот период времени в ней еще числилось порядка 30 Валентайнов и где-то десяток Т-60. Закончив перегруппировку, 10-го числа мы перешли в новое наступление. Основная была задача прорвать, опять же, полунинский рубеж обороны, поняв, что в районе Муртюкова, Дуракова, Ханина прорвать немецкую оборону не удастся, а очень сильная была немецкая оборона, состоящая из, как я уже показывал, дзотов, огромного количества полевых сооружений, пулеметных гнезд, ячеек, ну, очень-очень серьезные. Было принято решение все-таки нанести удар, главное, не на Полунина и Галахова, а сосредоточив группу Малыгина и придав ей 139-ю, 114-ю стрелковую бригаду, 220-ю стрелковую дивизию, 183-ю, прорвать оборону немцев в районе Теленкова-Жеребцова, ввести туда в прорыв группу Кирсанова и 2-ю мотострелковую дивизию вместе с танковым полком. Для того, чтобы выйти к окраинам Ржева через железную дорогу, разъединить на две части 6-й немецкий армейский корпус, в дальнейшем развернуть фланг наступающей 30-й армии и все-таки соединиться с частями 29-й армии. Здесь тоже хотел вам рассказать интересный момент о том, что 29-я армия так, в принципе, осталась стоять на своих местах, наступать не стала, приказ о наступлении ее был отменен, части армии понесли очень большие потери, поэтому пока дивизию решили пополнить личным составом и разработать новый план для наступления, все-таки для того, чтобы попробовать прорваться через порядки 14-й мотопехотки. Ну вот так вот выглядели поля под Полонино. Убитые наши машины и убитые красноармейцы. Здесь мы видим результат наступления 10-го, 12-го числа. Отмечу, что немцы тоже не всегда очень точно определяли, где какие наши части находятся, но, в принципе, как мы видим, наши 10-го числа начали производить атаки с 7 утра. Ну, то есть по всем вот этим вот числам вы видите, сколько атак 10-го числа было произведено на немецкие позиции. Немцы держались. Да, забыл отметить, что в начале сентября сюда было переброшено два пехотных полка 6-й пехотной дивизии из города, отставить, в начале августа, из города Сычевка, которая тоже убывала для проведения операции «Вербельвинт», но в связи с тем, что оборону-то закрывать было здесь, в принципе, нечем, решено ее было перебросить из Сычевки в район Полунина и Галахова для того, чтобы заткнуть вот эту вот образовавшуюся дуру. На самом деле, вы должны понять, что немцы-то с ужасом вообще ждали, что вот в этот прорыв устремятся наши части. Действительно, это фиксируется в документах. Просто не понимали, а чем же их тут останавливать-то на самом деле? То есть, то, что наши не смогли развить прорыв, ну, это вина наших, а никак не того, что какие-то тут супервафли немецкие стояли. Из наших документов я так понял, что, в принципе, не ожидали того, что развалится очень быстро оборона именно в центре, и не ожидали того, что Полунинско-Галаховский узел будет в начале августа свободен. Как бы думали, что здесь проходит вторая линия обороны, что она очень плотно занята немецкими частями, что надо готовиться, подтаскивать танки, креплять фланги прорыва, опять же, я говорил, да, для того, чтобы по ним нанесли удары, якобы удары немецкие танковые части. Очень много потеряли времени именно на сосредоточение. Ну, это результат боев, опять же, 10-12 числа. Как вы видите, немецкая оборона, опять же, выдержала удар наших, да, прорыва осуществить нигде не удалось. К 12-му числу, составив 52-й стрелковой дивизии, в ее стрелковых полках, оставалось по 9, вот вдумайтесь в эти цифры, да, по 9-12 человек стрелков. То есть потери за несколько дней наступления в ней составили около 7 тысяч человек. В 78-й пехотной дивизии за два дня боев потери 6100 человек. В 379-й стрелковой дивизии потери за неделю боев 7000 человек. В 111-й стрелковой дивизии потери за несколько дней боев в 6500 человек. В 243-й. 6,5 тысяч человек. Это я все, конечно, приблизительные цифры называю, но уменьшаю. Я их даже немножко уменьшаю. 139-й стрелковой дивизии. Командир, кстати, 139-й стрелковой дивизии был снят за отвратительнейшее наступление в район деревни Харина. То есть вообще свою задачу не то чтобы не выполнила, а не смогла даже близко к немецким позициям, я имею в виду, к траншеям подойти. То есть бойцы 139-й дивизии накапливались несколько, не отставить, в течение суток накапливались перед немецкими позициями у колючей проволоки, позволяя немецким артериалистам безнаказанно расстреливать наши цепи, даже не приближаясь на расстояние действенного пулеметно-оружейного огня. Командир 139-й был снят с должности, на него место было назначено, то есть оставлен командовать вот здесь. На карте ее не видно, но вот она есть. 114-я стрелковая бригада, полковник Росташтанов, он одновременно командовал и стрелковой бригадой, и 139-й стрелковой дивизией. Тут же 220-я уперлась в Бельковско-Свиненовский узел немецкой обороны. Опять же отмечу отвратительнейшую организацию взаимодействия наших танков и пехоты. Инженер 220-й стрелковой дивизии доложил приданной танковой бригаде о том, что да, вы можете смело выдвигаться, все нормально, ребята, мы все разминировали, все хорошо, все замечательно. На рубежах выдвижения к атаке мы уже потеряли подорванные на своих минах 5 Т-34. Подойдя к Белькову-Свинену, вдруг, опять же, оказалось совершенно неожиданно, хотя фронт стоял, как я уже говорил, с января 1942 года, что здесь огромное болото, форсировать-то какой танком-то в принципе невозможно, даже к Т-34. Но приказ на атаку был получен, поэтому танки, выйдя на исходный рубеж, атаки пошли в бой. Пройдя буквально 100-150 метров, они опять же все благополучно засели в грязи. Такой вот героический момент, в деревню ворвалась Т-34, наша под управлением лейтенанта Таюпова. Танк был подбит, из экипажа в живых остался только он один. Выскочив из танка в немецкую траншею, он сначала отстреливался от немцев из автомата, потом из пистолета, а когда кончились патроны и в том, и в том, он снял с борта ломик и начал отбиваться от немцев ломиком. Подошедший Т-70 к танку забрал раненого лейтенанта Таюпова и эвакуировал его в тыл. Все атаки отбивались немцами. Здесь вот высота такая есть, Бельковская, так называемая. На этой Бельковской высоте 6 линий немецких траншей. Плюс к тому же огромное количество дзотов, дома все превращены в огневые точки. Бельковский рубеж, он еще позволял бить нашим наступающим частям от 139-й, второй во фланг. То есть, если на оборону прорывали, вторая гвардейская 139-я, как я уже говорил, так ничего прорвать не смогла. Выходя к Теленкову, попадала под фланговый огонь со стороны Белькова и со стороны деревень Харина. Вот это фото сделано, предположительно, на окраинах Ржева. Так у меня чувство, что это на высоте 200. Как мы видим, здесь танк из 119-й танковой бригады, 34-ка. Бригаду определить невозможно, потому что в атаке на Полунина участвовали практически все танковые бригады, задействованные 30-й армии, кроме двух. То есть, практически все танки побывали на этих высотах. Отмечу, что немцам-то тоже, в принципе, приходилось там очень даже и не сладко. Они отмечают очень сильный артериалистский огонь, отмечают то, что очень сильно по ним отрабатывает наша штурмовая авиация. Плюс к тому же, наши пехотинцы, ну вот это уже как бы переходим к области из-за того, что мы работаем уже на этих полях, опять же, на Полунинских. Первый раз я туда приехал в 2005 году со своим другом, руководителем поискового отряда Победы, Щербининым Сергеем Николаевичем, для проведения разведки на местности, для того, чтобы понять, есть там наши бойцы или нет. Первый день мы ходили около Полунинских высот, ну так, ничего не нашли. На второй день, спустившись там, сейчас как разрушенный комплекс из коровников, спустившись под эти коровники, в каждой траншей, в каждой воронке мы начали находить останки наших бойцов. А бойцы там по лесам лежат практически везде. Ну, что немцы, что и наши, в принципе. Ну, вот здесь вы видите атаку наших частей. Из нее видно, как было тяжело атаковать немецкие позиции. Итак, к 14-му числу все-таки нашим удалось прорвать, наконец-то, Теленковско-Бельковско-Харинский выступ. Немцы при этом, тоже интересный момент, 256-я запрашивает о помощи, штаб 6-го армейского корпуса и 9-ю армию, о том, что кричит «помогите». Дело в том, что в Творогвардейском это стрелковка прорвав оборону, вышла им практически в тыл. Также перешла, здесь не видно, 246-я, и получалось то, что немцы попадают в кольцо. Из кольца им в кольцо попадать, конечно, совершенно не хотелось, поэтому было принято решение командованием 256-й дивизии отступать. Отступать в район Восточный Ржево. Но, запросив приказ об отступлении, она получила очень интересный ответ из 9-й армии. Вы, говорит, держались до сих пор, вот держитесь и дали. Помощь мы вам оказывать никакой не будем, а если вы отойдете хотя бы на метр, все командование дивизии шагает под суд военно-полевого трибунала. В качестве помощи им были присланы несколько интереснейших самоходок, устаревших, наверное, еще на начало войны. И, в принципе, все. 256-я никакого пополнения, никаких средств усиления больше не получила. Поэтому начала потихонечку, невзирая на все эти угрожающие приказы о судах, о расстрелах и прочая разность, начала отступать на восток от Оржева. В 379-я стрелковка, выйдя к Гребеевским высотам, встретилась с, опять же, системой немецкой обороны, выстроенной по линии железной дороги. Немцы в железке выкопали огневые точки. В этой насыпи, обращенной в нашу сторону, были проделены на бобойницы. Опять же, без тяжелого оружия такие огневые точки подавить было просто невозможно. Были попытки выкатывать сорокопятки, зафиксирован такой случай интересный. Наша сорокопятка выпустила по немецкому обзоту 90 снарядов. И только 90-м снарядом смогла заклепать ему амбразуру. Ну, сами понимаете, что немцы тоже давали нашим вести такой уж прицельный огонь, накрывая в расчеты 45-метровых пушек минометным огнем. Поэтому здесь же были потеряны порядка пяти наших ПТО, выключенных именно на прямую наводку для того, чтобы подавить узел сопротивления. Все-таки, в конце концов, удалось 375-й пройти через Гребейские леса. Сюда же было потом подброшено 371-я стрелковая дивизия. Ну, довольно-таки сильный, как вы видите, кулак. Ну, опять же, обращаю ваше внимание, на цифры количества стрелковых дивизий на 14-е и 18-е число уже обращать внимание не стоит. Потому что в стрелковых полках, в атакующих цепях, оставалось от 9 до 80 человек. Полки были уже даже не однобатальонные, однородного состава. Плюс к тому же начала сказываться нехватка боеприпасов. Расстреляв тяжелыми калибрами по узлам сопротивления немцев боезапас, а отмечу, что с 1-го числа прошли ливневые дожди, да плюс к тому же подошедшие танковые бригады размесили дорогу в грязь, снабжение было отвратительнейшее. И снаряда приходилось вести или на лошадях, или по два снаряда бойцы тащили на себе. Ну, вот здесь мы можем видеть плотность немецкого артогня и останки бойца с застрявшей пулей. Это, опять же, результат работы нашего поискового отряда на краю деревни Малая Карповая. Для меня до сих пор странно это все то, что люди, живущие в этих домах в свое время, пахали, сеяли по незахороненным останкам наших бойцов. Когда мы у них спрашиваем, ну, как же так? А что? Это же не люди, это же солдаты. Ну, их винить за это сложно, как бы выросшие на... И среди вот этих останков, да, не знаю. Ну, вот как мы видим, вот здесь вот проходила немецкая линия обороны, а вот это вот бойцы, вот наши бойцы по стрелковым ячейкам, которые так и остались лежать на уровне немецкой колючей проволоки. Это места сосредоточения наших для атаки, вот по этому полю нашим предстояло атаковать немцев. Здесь мы видим на этом снимке места раскопок у деревни, в нынешней деревне Образцово. Тогда этой деревни, естественно, не было. А вот этот прудик был. Вот это результат подъема наших бойцов. Вот останки, вот это раскоп. Валентайн из 119-й танковой бригады. Фотография позиционируется как фотография 6-й пехотной дивизии. Как мы видим, немецкая линия траншеи и подбитые наши танки. Это тоже вот окраина деревни Полунина позиционируется по съемкам. Подбитый наш танк, 34-ка. Под ним располагается немецкий минометный расчет 82-мм миномета. То же самое фото, сделанное пехотинцами 6-й пехотной дивизии. Это уже сделано на окраине Ржева, когда Полунинско-Галаховский рубеж обороны был прорван. И наши подошли к самому городу. Опять же, последние из оставшихся подбитых Валентайнов и 34-ки. К 20-му числу нашим частям 16-й гвардейской стрелковой дивизии все-таки удалось взять деревню Полунина. Ударом с севера пишут в книгах, что они по какому-то болоту шли, еще чего-то придумали. Но на самом деле ничего этого не было. Во-первых, болота нет никакого в этих местах. Во-вторых, все это на пределах видимости немцев. Поэтому где-то там чего-то прокраситься куда-то возможности не было. На самом деле, ударом с севера они потихонечку-потихонечку-потихонечку вытеснили части немецкой дивизии в район Тимофеева. Галахова на 20-й и 21-й еще продолжала оставаться в руках у немцев. 16-я гвардейская получила задачу привести себя в порядок. В это время 52-я остатками сил, сформировав отряды из теловых частей своих, получив подкрепление, совместно с 119-й танковой бригадой, с оставшимися танками, произвела атаку на Галахова. Интересный эпизод этой атаки. Было принято решение о том, чтобы посадить в наши танки в 60-ки и в оставшиеся Валентайны по три человека-пехотинцев. Потому что, перевозя их на броне, как правило, десант выбивался еще до подхода к немецким позициям. А тут вот такое экстраординарное решение было принято использовать танки как бронетранспортеры. Прорвав в районе Галахова немецкую оборону, танки ворвались в саму деревню, высадили там на десант в количестве 30 человек автоматчиков. Десант спокойно деревню зачистил, выбив оттуда части 58-го полка. 37-й здесь показан, он оборонялся несколько северней, на самом деле здесь 58-й был, первый батальон. 52-я получила задачу выйти на окраину Ржева, а 16-я гвардейская после проведения себя в порядок совместно с другими стрелковыми дивизиями получила приказ атаковать немцев для нанесения удара в районы деревни Знаменская. То есть пройти через Лазарева и сосредоточиться на берегу реки Волга, создав плацдарм для нанесения удара уже со стороны запада Ржева. То есть повторялся план по наступлению 29-й армии зимой 42-го года. 22-го числа наши нанесли удар. Тоже очень такой момент интересный. Немцы почему-то думали, что удар будет нанесен на север, заметив сосредоточение наших войск. Было принято все-таки у них такое решение, что все-таки наши будут наступать именно на север Ржева. И особо-то как бы не обратили, не то что не обратили внимания, а укреплять вот эти деревни Лазарева и Ковыни у него особо-то не стали. Почему-то Бердихина у них больше как бы было укреплено, а это ну в тылу все нормально, все у нас тут хорошо. Вот нехорошо получилось. Наши прорвав оборону Бердихина, вышли к деревне Лазарева. Тут очень тоже такой интересный эпизод. 16-я гвардейская совместно с танками 35-й танковой бригады атаковала эту деревню. В деревню Лазарева ворвался танк КВ. Проехав по всей деревне, он подавил огнем немецкие оставшиеся точки. Пехота в это время 37-го пехотного полка в прямом смысле слова побежала в сторону Доброе Скворцово, деревень. 18-го пехотного полка начала откатываться наоборот на север Ржева. И наши здесь провели кавильдор. Да, танк КВ Тульского проехал по всей деревне. Действительно, ну это немец, там тоже в воспоминаниях пишут. Подавил немецкую оборону, способствовал захвату шести, надо ставить, четырех, сто пяти миллиметровых гаубиц. За этот подвиг экипаж КВ был награжден, весь экипаж КВ награжден орденами Ленина. Это, наверное, единственный случай во время Великой Отечественной войны, когда весь экипаж танка награжден самой высшей правительственной наградой. В части 16-й, 379-й стрелковки вышли на берег Волги и приступили к подготовке форсировать речку, для того, чтобы создать в районе Знаменского плацдарм. Немцы тоже, опять интересно, топорно совработала разведка. Да и, в принципе, берега здесь не позволяли, по немецким предположениям, даже думать о том, что мы будем здесь форсировать реку Волга. Как-то считалось, что будет удар нанесен южнее, где-то вот в этом районе. Здесь сосредоточили большое количество пулеметных гнезд, тяжелого вооружения. Ну и как бы на Знаменске-то с речки на внимание-то особо немцы не обратили. Мы, наоборот, пошли путем от противного. Посчитав, что немцы здесь наш удар не ждут. Ну, раз берега крутые, форсировать тяжело, течение очень быстрое. Много других таких веских причин за то, чтобы не форсировать здесь Волгу. Пришли к выводу, что лучше будем брать плацдарм именно здесь. На берегу реки Волга, в районе Знаменского, стояла церковь, так называемая Знаменская. Господствовала над местностью, с ней очень хорошо просматривалось на несколько километров во все части света оборона. Ну и вообще, как наблюдательный пункт, и опорник такой неплохой. Нашим предстояло взять эту церковь. Ну-ка вот, видите, немцы ждали со стороны деревни Поволжье удары, да? В основном-то расположили свои огневые средства. По этому берегу. А здесь особо-то укреплений-то и не было. Да плюс еще, замечу, здесь занимал оборону учебный батальон 87-й пехотной дивизии. К того времени, как сами пишут немцы, в своих документах пополнение начало приходить такое, что просто ужас. Ну то есть необычные бойцы не умели обращаться с гранатой, бросали ее в пунктах подготовки всего лишь два раза. Не имели навыков ни окапываться, ни вести наступательные, ни оборонительные бои. Да и толком даже винтовки не стало. Это я к тому, что не все так и у немцев было хорошо. 28-го, нанеся по немецким частям массированный арт-удар и поставив дымовую завесу самолетов, наши тремя ударными группами начали форсировать Волгу. Отмечу, что ударные группы подбирались исключительно из добровольцев. В основном пошли бойцы, прошедшие Полунинский ад. Это те, кто защищал немецкие траншеи в деревне Полунино, кто неоднократно участвовал с немцами в рукопашных боях, ну в общем люди, владеющие уверенным оружием на ура. Группы составляли примерно по 30 человек, в них включались автоматчики, два ручных пулемета, один Максим, 82-мм миномет в обязательном порядке. Переправившись с тремя группами, наши моментально зачистили немецкую траншею, выбив немецкий учебный батальон в районе Рейдкина и Знаменская. И начали переправляться части 379-й и 16-й гвардейской стрелковой дивизии, в составе каждой по два полка. Ну опять же, звучит-то хорошо, два полка, но только каждому полку, во всех, вернее, полках было порядка 150 активных штыков. Для немцев этот удар явился действительно полной неожиданностью. Отражать-то его в принципе, тут резервов никаких у немцев не было. Отражать его было нечем. И у них нарисовалась такая интересная ситуация, то, что получили они возможность удара себе под дых со стороны западной РЖ. Ну тут отдать должность модулю. Было принято моментальное решение о переброске из 31-го танкового полка 5-й танковой дивизии со стороны южнее Ржева, примерно в 40 километрах, танковой роты в количестве только что полученных, абсолютно еще не обкатанных, из-за новых танков Т-3 Ланг. Рота прибыла в район Знаменского, получила в качестве поддержки пехоты тот самый учебный батальон 87-й пехотной дивизии. На что Зайбеш Тихель, командир этой роты, сразу же моментально сказал, вы мне, типа, ребята, ну это в документах, так я, конечно, своим словем говорю, вы мне кого даете-то, это же вообще не пехотинцы, они, ну как там пишется, потеряли свое лицо уже. Ну то есть деморализация у Чбата была полная. Также сюда были, вот в район церкви, передвинуты 5 штурмгишутцев из 189-го Аптайлунга, которые совместно с танками со стороны Знаменского даже дзвны были сбросить наших с этого плацдарма. Интересный очень радиоперехват, захваченный немцами. Там непонятно, кто командир, кто запрашивает, значит, штаб 16-й стрелковой дивизии у частей, переправившихся на берег. К вам движутся штурмовые установки и танки. Вы их видите? Наши отвечают, да, мы их видим. Вы их не пропустите? Ну там матом сказано, я, конечно, не буду повторять. Наши сказали, мы их хрен пропустим. Сюда же также было переправлено порядка 15 собак-истребителей танков вместе с инструкторами, 2 45-мм пушки и 1 76-мм полковуха «Бобик». В принципе, больше отбивать атаку немцев, кроме как ручными гранатами, противотанками было нечем. Немецкая атака началась. Танки вышли на исходные, заняли рубеж атаки и, развернув порядок клином, пошли в бой. Также здесь же пошли в атаку штурмовые установки. Естественно, до этого была проведена артериалистская подготовка, в результате которой погиб руководитель вот этой сводной группы из 16-й 379-й стрелковой дивизии, командир полка. Командование на себя принял командир стрелкового батальона 379-й стрелковой дивизии, старший лейтенант Милакин. Такой очень интересный человек, не Старов Петрович, не Милакин. Еще в 1941 году он был в особом отделе 11-го стрелкового корпуса. По заданию командира корпуса из окружения на себе вынес совершенно секретные документы. После этого был направлен, пройдя по немецким тылам, вынес все документы, которые ему отдали на себе. Где-то он прошел километров около 200. После этого был направлен 379-ю стрелковую дивизию начальником особого отдела разведок роты. Но, видимо, как-то не очень тянул его войска. Но он сам по себе не НКВДшник, а обычный пехотный командир. Личное дело я его не видел, к сожалению. Но, как мне кажется, просил командованию оправить его в стрелковые части и командовал стрелковым батальоном. Да, в 1941 году за то, что он вынес документы, он уже был награжден орденом Красной Звезды, что для 1941 года это тоже показательно. Вот этот командир принял на себя командование группой. Наши встретили танки не просто жестоко, жестко вернее. Огнем 45-мм пушек первые два немецких танка были уничтожены на окраине леса. Дальше в дело вступили собаки-стребители танков, ПТРщики и бойцы, вооруженные гранатами и бутылками с зажигательной смесью. То же самое и со штугами. В общем, к концу боя, а должен отмечен, что немецкая пехота за танками-то не паха шла, командир рот был прав немецкой. Немцы просто в атаку не поднялись, остались лежать на своих позициях. Танки выехали без пехотного прикрытия. В результате, к концу боя с немецкими танками, на поле осталось 10 уничтоженных Т-3 Ланг и 5 штук. Наши убитыми раненими потеряли порядка 40 человек. Плюс одна подбитая 45-мм пушка. Тут опять обращу ваше внимание на очень интересный момент с немецкими документами. Немцы ничего о стойкости наших, естественно, писать не стали. Они писали о том, что вот отсюда, вот и отсюда, вот с этих берегов, атакующие танки были расстреляны русскими танками. Удивительно, вот здесь вот в этом районе имеется несколько немецких танков. Ну, здесь, конечно, на этой карте нет, но просто вам показываю примерно. У них зафиксировано попадание в моторную часть и в днище. Как-то мне очень странно, то, что отсюда можно попасть немцу в дно танка. Это через землю, если только стрелять. Танки были остановлены. Ну, вот с нашими опять же получилась злая шутка. Зафиксировав атаку новых танков Татри-Ланка, они были покрашены в желтый цвет, наши приняли эти танки не за танки 5-й танковой дивизии, а за подошедшие непонятно откуда танковую дивизию СС Африка. И уже на разведкартах вот здесь, в этом районе, отмечается сосредоточение не просто всей 5-й танковой дивизии, но еще и второй вот этой секретной танковой дивизии СС Африка. Плюс к тому же частей из 206-й пехотной дивизии, которые якобы были сняты с северного фаса реки Молодой Тут и переправлены сюда. Да, насчитали-то немало, здесь вот где-то порядка 150 немецких танков должно было по нашим данным сосредоточиться. Было принято решение переправить по бродам свои танки и нанести удар в районе Знаменского и Редькина. Вот тут тоже интересный эпизод. Вот в этом месте переправили три американских танка Стюарт. Для переправы использовали мыло. То есть щели в танках были замазаны мылом, танки прошли по дну и вышли на берег. Во время атаки на Редькина, на церковь, они были подбиты. Тут совершил тоже такой подвиг мехвод одного из танков, старший сержант Молотков. Выскочив из танка без оружия, отмечу то, что в танковых бригадах на танк приходилось по одному-два пистолета, но не все члены экипажа на самом деле были вооружены личным оружием в виде пистолета. Ну то есть 196-й танковой бригаде, допустим, да, по отчетам, у них всего на всю бригаду приходится 70 пистолетов ТТ и Наган. То есть это на всех. На управление, на мотострелков, на всех, ну то есть на всех офицеров и солдат, сержантов бригады. Вот Молотков выскочил из горящего танка, подобрал саперную лопатку и в рукопашной схватке вот здесь вот зарубил саперной лопаткой двух немцев. После этого, ну, ему на помощь мотострелки прибыли раненого, раненый он был эвакуированный. Кстати, он за этот подвиг так и не был ничем награжден. Переправив сюда еще в 379-ю, 16-ю гвардейскую и 2-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, порядка 10 наших танков наши перешли атаку. Ну, вот, к сожалению, опять же, вот этот танковый удар и вот это вот якобы сосредоточение немецких танков, опять же, сыграло с нами злую шутку. Пока выясняли, где находятся немецкие танки, какие части, какие силы, пока подтягивали резервы, немцы пришли в себя и перебросили уже, ну, как вы видите, да, 105-й и 103-й батальон из 105-го пехотного полка, плюс 13-ю и 14-ю роты. Плюс, к тому же, здесь был создан очень сильный артиллерийский кулак, позволявший немцам обстреливать наши позиции в районе дома до Хамиль-Лесимашка, так и в районе Поволжья, где были наши переправы. Командоним 30-й армии было решено здесь построить понтонные переправы, а для чего здесь направлено два понтонных мостовых батальонов, ну, так я и не понял, для чего это было сделано. Дело в чем, еще на подходах к этим переправам, вот в этих местах, все эти два понтонных мостовых батальонов были полностью немцами уничтожены артиллерийским огнем. А с основным подвоз боеприпасов личного состава осуществлялся на лодках. Средоточив здесь три, две стрелковые дивизии, одну мутострелковую, наши перешли в атаку. Атаки, опять же, превратились в ржевскую мясорубку. Вот на этом узком участке фронта, здесь где-то получается всего лишь 800 метров, да, вот эти три изготовящиеся наши дивизии, плюс немногочисленного, правда, конечно, состава, но все равно имевших, ну, где-то порядка около 1200 человек было. Были со стороны церкви и со стороны барской усадьбы в Знаменском, просто расстреляны на подходах к немецким позициям. Танки атаковали деревню, попали на минное поле, было подорвано два КВ, несколько 34-ок. Здесь же потеряли, вот мы, порядка тоже двух-трех 34-ок и трех американских танков. Вообще, вот это место, ну, что по нашим воспоминаниям, что по немецким довольно-таки страшное для обеих воюющих сторон. У нас, он назывался «Чертов угол», у немцев «Крововой Знаменский плацдарм». Мы там тоже не один год проводили поисковые работы, эксгмуляционные. Хочу вам отметить то, что бойцы наши лежат там везде. По траншеям, по дернам, на дорогах. В местах, место очень красивое, ржаветяне в данный момент превратили его в зону отдыха. Вот в местах этих зон отдыха, где сейчас отдыхают, да, останки, останки и останки. Вот с этого берега мы и переправлялись на южный берег реки Волга. Это небольшой памятный крест, поставленный неизвестным солдатом. Это нейтральная полоса. Между немцами и нашими приходилось местами до 30 метров. Для того, чтобы немцы не ворвались ночью в окопы, сверху была наружена нашими колючая проволока. Им также такой факт, что хоронить убитых наших было просто негде. Что делали наши бойцы? В траншею выкапывались лисьеноры, и туда хоронились своих убитых товарищей. Потому что вынести их не было никакой возможности, траншеи. Там мы их и находили, останки. Вот вид со стороны церкви на берег Волги. Вот мне непонятно, каким образом наши танки вот отсюда могли поразить на высоком берегу реки Волги немецкие танки, куда бы то ни было. Очень тяжело не то, чтобы что-то подбить, а даже увидеть эти танки. Вот это останки бойца на Знаменском плацдарме, как я вам говорил, недалеко от дороги. А вот по этому берегу мы и штурмовали Знаменский плацдарм, наши части. Вот церковь, и вот вид того берега, с которого наступали наши солдаты. Ну, это вид на сам город Ржев. Ну, в результате проведения операции путем очень больших потерь. За август 30-я армия только убитыми потеряла в районе 20-22 тысяч человек. Ранеными порядка 68 тысяч человек. Пропавшими без вести где-то около тысячи. Ну, это отмечают еще и немцы о том, что в ходе проведения этой операции было очень мало у них пленных. То есть наши бойцы в плен в тот период времени предпочитали уже не сдаваться. Вот здесь замерла линия фронта в конце августа 42-го года. С востока она проходила по военному городку и аэродрому. Здесь северо-восточные кварталы наши подошли все-таки в северо-восточные кварталы Ржева. И также к совхозу Зеленкина. Ну, и плюс вот этот знаменский плацдарм. Вот видите, здесь есть такая небольшая фиксация 10 немецких танков. Это вот все результаты вот этой танковой дивизии Африка немецкой. На самом деле танков здесь в этот момент времени у немцев не было. Это вид на Ржевский аэродром. Вот отсюда производились атаки нашими. А вот здесь вот по этому периметру, где вот дома стоят, здесь был выстроен сильный отпорный пункт немецкий. На протяжении почти 6 месяцев мы так и не смогли его взять штурмую по 3-4 раза в неделю. Так это точно на протяжении 6 месяцев до марта 43-го. Ну, небольшое затишье было в январе. В феврале мы опять перешли к атакам на аэродром. Аэродром немцы использовали, а вот эти вот мин, бомбы отставить в качестве фугасов вместе с противотанковыми минами были закопаны на дорогах для того, чтобы не допустить продвижения советских частей. Ну, вот это линия немецкой обороны. В результате город Ржев немцами так сдано не был. Был практически полностью за время августских боев разрушен артогнем и бомбежкой. Ну, к тому времени там у местных жителей оставалось уже очень мало. Немцы в основном-то произвели эвакуацию оттуда местного населения. Поэтому в городе мирного населения оставалось мало. В основном все это, конечно, немецкие части. Вот результат стрела. Это церковь в самом Ржеве. Вот на нем, на этой фотке вы можете видеть силу нашего артиллерийского огня. Вот она же. Вот, кстати, тоже интересный такой момент. В октябре месяце сюда был подоржев подвезен дивизион особой мощности, который бил бетонобойными снарядами именно вот по этой церкви. Вот результат попадания. Два попадания все-таки было зафиксировано. Наши солдаты в боях уже за сам Ржев в самих кварталах. Замечу вам то, что по накалу боевые действия в самих кварталах, они были ничуть не менее напряженные, чем бои за деревню Полунино и Галахова. Что наши, что немцы неоднократно выбивали друг друга из занятых домов. Бой шел действительно за каждый дом, за каждую улицу, за каждый подвал и переулок. Сюда же в качестве усиления был переброшен в конце августа, в начале сентября разведбат из Великой Германии. Кстати, здесь же в сентябре появляются первые танки немецкие в количестве примерно 12 машин. И тут же была произведена одна из атак ХТ-26 танками нашими. Восемь машин вышли в атаку в районе кварталов 33-го, если я не ошибаюсь, и были немецким артогнем подбиты на улицах города. Вот это железнодорожный мост через Ржев. Почему я его показываю? В наших документах очень интересный факт встречается о том, что постоянно наши части, как стрелковые и танковые, атакуют бронепоезд немецкий. Со стороны железной дороги Ржев-Старица. Ну, как вы сами видите, я что-то не понимаю, конечно, каким образом немцы через вот этот вот мост смогли переправить бронепоезд. Как мы видим на этой фотографии немецкого кладбища. Оборона Ржева далась немцам большим трудом и стоила огромных жертв. Немцы по своим меркам несли ужасающе тяжелые потери, теряя обученные пехотинцев, неся потери в технике. И эти потери уже восполнить им было нечем. Также хочу вам отметить, что, нанося постоянные удары по немецким войскам, сковывая их на этом участке фронта, наши не позволили ни одному немецкому соединению убыть под Сталинград, где в это время решалась судьба войны. На этом мою лекцию разрешите закончить. Многое из того, что хотелось, не рассказал. Какие будут вопросы? Вы вскользь спрашивали по немецким потерям. Я могу озвучить. Вы знаете, на самом деле по немецким потерям очень мало документов. По 9-й армии вообще очень мало документов. В тех документах, что у меня есть, по 87-й пехотной дивизии, по 6-й пехотной дивизии, по всему корпусу, потери особо нет. То есть немцы не указывают. Я могу лишь оперировать тем, что осталось в 9-й армии. Сейчас я секундочку скажу. Извините на память. Просто не помню ничего. Значит, смотрите. К концу, к 10-му сентября 6-я пехотная дивизия потеряла общими кровавыми потерями. 3878 человек. 87-я пехотная дивизия, 3038 человек. 256-я, 3250. Сюда еще надо будет, конечно, приплюсовать потери 102-й, 206-й, 251-й, потому что части из этих дивизий постоянно перебрасывались на подмогу к своим. В качестве резервов использовались, в качестве кемп-групп всеразличных. Поэтому я думаю, что именно 6-го корпуса потери кровавые приближаются где-то к 10 тысячам человекам. Кровавые – это убитые и раненые? Убитые и раненые, пропавшие без вести. Ну, наших, я уже озвучил, с этого порядка, где-то 90 с лишним тысяч. Ну, так. То есть, один к 90? Ну, один к 90, наверное, один к 80, если так можно считать. Но опять, это очень грубый и приблизительный подсчет. Невозможно подсчитать. Ну, допустим, я не рассказал, бал батальоны отставить. Короче говоря, строительный полк «Люфтвов Москва». Был такой полк из двух батальонного состава. На вооружении было два «Максима» и ручное оружие. Их посылают просто 379-й закрывать, 371-й закрывать прорыв около железки. Они вступают в бой, несут потери. Два получают из них яичницу, потом тоже золотую. Все хорошо, все замечательно. Потерь нет. Сколько они потеряли? Хотя их, опять же, через буквально несколько дней выводят с передовой. Потери не указаны. Они сюда не вошли, не вошли. То есть, мы своих всех считаем. А немцев, к сожалению, из-за недостатка документов, ну, может быть, я плохо копал еще, по сей пору. Не могу найти полных таких статистических потерь. Что по штормам, шутся, не могу найти таких особых потерь. Но, по моему мнению, где-то не меньше 20-25 машин. Плюс к тому же мардеры, плюс к тому же все различные интересные самооходки, типа Zika 33, которые там тоже использовались. Вот, кстати, 256-й ему прислали на подмогу. Вот я вам говорил, не показал. Когда она обратилась за помощью, ему вот такие вот прислали три машинки. На-те, получите за место подкрепления. Вот вам три машины. Бейтесь, как хотите, ребята, дорогие. То есть, по потерям, вот, по-немецким, достаточно тяжело искать. Ищу, стараюсь. По расходу снарядов немцами, да, ну, хотя бы в тоннах можно сравнить с нашими? Вы знаете, ну, допустим, по расходу у меня боеприпас за шестой корпус у меня просто нет. Ну, нет, откровенно скажу. Ну, вот, ну, вот к вам пример. Каждой из пехотных дивизий немцев были приданы Мойрзер-210-ки, да? В день каждое, вот, такое, 210-ти орудия отстреливало не менее 150 снарядов. Легкие полевые гаупицы, соответственно, в разы больше. Ну, то есть, если так вот, да, я думаю, будет правильным сказать, что вся система немецкой обороны, плюс огромные наши потери, на 90% это огонь немецкой артиллерии. Как полевых орудий, так и тяжелых систем. В самом Полунино, к примеру, было 22 ПТО немецких, калибра 37, несколько орудий, всего там несколько орудий, да? А основной, ну, вообще, как бы, противотанковый немецкий кулак был из 95-38 орудий французских, ну, французских стволов, наложенных на пакет Лафет ПАК-50, который, 50 миллиметровку ПАК-40. Плюс, к тому же, а, тоже забыл добавить, интересный момент, перед началом нашего наступления немцы получили пушки ПАК-41, это Коккёники, так называемые, да, 75-55, который, ну, калибр. Получить-то получили, так вот, немцы забыли, не забыли, вернее, боеприпасов не прислали. Да-да, у них там, вольфрамовые боеприпасы. Да, у них, ну, вольфрамовые эти катушки. А когда получили, вдруг оказалось, что немецкие артиллерийские с трудом могут из них вести огонь, потому что их никто на их пушках воевать не обучал, а у него совершенно другая траектория баллистика полета, снаряды, и надо к нему привыкать. Плюс, к тому же, начали выходить они из строя моментально, ну, в общем, очень жаловались. А в то же время, 561-й панцирьягер Аптайум, который получил за место панцирьягеров первых, да, вот эти вот пушки, очень их использовал, как бы, сильно. В районе Зеленкина совхоза была, не показал, что тоже, извините, обер-лейтенант, командир этого самого орудия, уничтожил 11 наших танков из этого ПАК-41. Причем он начал бить с последнего, чтобы наши не видели, вот, наступающие, вот, идущие, вернее, колонны, не видела того, что горит передний танк, и не смогла развернуться в боевом порядке. Аэрации, вы сами знаете, там, один, может быть, на батальон, радиный танк, все остальное тоже, как подавали наши танкисты сигналы. Предписывалось флажками, нет, ну, между танками, флажками и ракетами. И, до сих пор удивительный момент, как во время боя можно заметить, машущего тебе, да, там, командира танка и отстреливающиеся ракеты. Ну, вот, вот он так все 11 танков наших уничтожил. 37-миллиметровки. Вроде, как бы, скажем, на тот момент времени устаревшие орудия, да, ну, как бы, устаревшие, устаревшие, ну, но дело в чем то что очень меткая пушка до скорострельность охрененные обученные плюс к тому же конечно расчет так допустим наш кого я выше в атаку 143 тоже это самый танковая бригада получил в течение нескольких секунд как пишут наш 8 попаданий в маску пушка была выведена и строй танк уже все извините боя не пригоден стюартам 37 миллиметров было более чем до 60 стюарт генерал или уже конечно в лобовую не возьмешь а вот стюарт но вообще атака 153 танковая на я просто про нее немножко умолчал она сродни то же самое мясорубки потому что выйдет в бой имея больше 50 машин у этих американских до через день 55 танков был стюартах или через день а у них осталось бы готовых порядка 10 машин сгорели все также 196 тоже минул имея на вооружение матильды причем это первое применение матильд 76 миллиметровыми гаубицами там все 100 там было 44 матильда из них 18 с гаубицами остальные все с бронебойками ну короче говоря к чему опять рассказываю у этих не было бронебойных снарядов когда при встрече с штуками они пытались их пробить осколочно-фугасными не всегда получалось а у тех наоборот не было осколочно-фугасных при встрече с немецкими дзотами они их подавить не могли ну вот смысл посыла бригада опять же в первый же день боя из высших в атаку 40 танков потерял 30 из них при этом погиб командир бригады который поднимал залившую пехоту в атаку из 11 стрелковой дивизии но это к тому что какие у нас были командиры так вот нет к сожалению нет к сожалению нет все чем вопросы спасибо вам огромное спасибо